Максим Борисович, сегодня хотелось бы поговорить и об общественной деятельности Вашей, в частности, об Вашей роли в Санкт-Петербургской общине. Наверное, давайте начнем с этого и потом продолжим про остальные сферы. Какой Вы видите свою основную миссию, какие приоритеты Вы ставите на этом будущем? Ну, во-первых, я бы хотел сразу сказать, что в Санкт-Петербургской общине моя роль очень скромная и очень четко ограниченная. В общине как таковой я просто являюсь ее членом, и то отчасти ущербным вследствие незнания армянского языка, например. А вот в церковной жизни, ну вот там моя роль несколько более определенная. Вот какое-то время назад та позиция, которая естественным путем у меня складывалась, она была по благословению владыки формализована, и меня выбрали старостой церковной общины Петербурга. Это наших двух церквей, Супка Тарине и Супка Ручева. Вот, и, собственно, этим я и занимаюсь, потому что у старосты, у церковного роль, в общем, она даже прописана в каких-то документах установочных, да, образцовых, но понятно, что если по-простому ее определить, то я под началом и вместе с нашими священниками занимаюсь, собственно, чем? Тем, чтобы обеспечить для верующих, которые собираются и вместе на молитву, более или менее комфортные условия, чтобы, так сказать, людям это не препятствовало, и в том числе, так сказать, как и регулярное присутствие на литургии, так, чтобы там тепло, светло было, чтобы более-менее нормально все эти вещи развивались, какие-то праздники вместе мы могли встречать, ну, какие-то нужды элементарные, да, вот для церкви решать. И довольно важные две еще отдельные вещи в этом же ключе – это участие в издательстве, в издании материалов разного рода, и в частности, вот уже несколько лет я финансирую издание календаря церковного на каждый год на русском языке специально для специфических нужд нашего прихода, потому что здесь, ну, собственно, во-первых, востребованы русскоязычные материалы по церковной тематике, а их не так много всегда, и, кроме того, в общем, нужно очень часто просто на каждый день объяснять, писать, что в церковном календаре означает тот или иной день и так далее, поэтому это получаются такие довольно объемистые книжки. Вот это мы делаем. И еще более, наверное, важный момент для сплочения людей, для того, чтобы как-то им вот именно эту молитвенную свою активность как-то было удобнее и шире как-то понимать, организация паломнических поездок. Мы несколько поездок организовали в Иерусалим, вот, и несколько поездок в Армению. А какое место вот церковь вера занимает в вашей семье? И я часто вижу, что, по крайней мере, один из ваших сыновей принимает активное участие в жизни церкви. Как вы соединяете вот два этих понятия для себя? Понятие церковь и вера, между собой, или понятие семья и веры? Семья и вера. Ну, семья же это, в общем, основа, да, в которой все у человека происходит, если ему повезло. А если ему не повезло, то же все, но не происходит, да, то есть это или гория, или радость. Тут нейтрального не бывает. И, ну, вот, да, моя семья со мной. Вот, и с младшим-младшим ребенком, вот, чтецом уже лет пять или шесть является, да, и это, это никто его не заставлял, это естественный путь. Вот, старший придет туда же, просто, так сказать, он находится в том возрасте, в котором давить на человека нельзя, да, это должен быть постепенный процесс. И вообще, как так сказать, про любую миссионерскую деятельность, можно сказать, что вот ты только Богу мешаешь, да, когда кого-то пытаешься куда-то тянуть. Тут единственный способ, это самому стараться как-то так себя вести, чтобы другие тоже на это посмотрели. Так что здесь все будет хорошо. Вы немножко подкройте, да? Нет, а что здесь? Ну, понимаете, какая история? Ведь, если не скромничать, ну, тогда, да, я скажу, что Маркар, младший, нас в церковь и привел. Да, потому что ему было лет пять, он проснулся в воскресенье, значит, нас растолкал, стал показывать себе на грудь и говорит, здесь должен быть крест. Все, привет. Ну, и, так сказать, вот мы встали и пошли, потому что, так сказать, чувство, что уже пора. Оно есть, но всегда же думаешь, вот я сначала исправлюсь немножко, так сказать, буду соответствовать, потом пойду и так далее, но это же не работает. Вот, поэтому тут, если отбросить скромность, то получится, что, значит, в малом первенство у ребенка. Вот такая интересная история, да, вот я и рассказал. То есть он был не крещен до этого, он сам инициировал или этот крест был... Он не был не крещен ни он, ни мы. Вот о чем речь идет. Да, буквально, то есть вот прямо как есть, так и есть, да, вот поэтому. То есть по его инициативе вы тоже пошли крестить? Ну, я не могу сказать, что это его инициатива, и это инициатива через него проявленная, давайте поточнее будем говорить, да? Вот так и было, да. Откуда ему это взялось? А какие тут могут быть рациональные объяснения? Их не может быть. Вот без шуток. Ну, то есть, да, вот в семье эта тема затрагивала. Слушайте, я, признайте, вот по поводу духовных бесед в семье, вы помните, что первое поколение разночинцев, революционеров, террористов в конце 19 века в России в огромной степени происходило из семей священников. Понимаете, вот перебирать с духовными беседами не надо, ты веди себя нормально сам, и беседовать не придется. Понимаете, вот это очень важный момент. Вот это точно так же, как я, это совсем странно прозвучит, да, я с огромной осторожностью отношусь, например, к основам православной культуры в церкви. Да, потому что такие вещи должны в семье происходить. Другое дело, что нужно детям объяснять, что такое вообще религия, какие они бывают, чтобы они понимали, так сказать, и так далее. И какая связь этики, которая есть, даже секулярной, так сказать, что она вся основана вот на этом, это да. Но пытаться в церкви закон Божий ввести, воскресная школа, это другое дело, куда человек с родителями сознательно приходит. Да, когда в общей образовательной школе такие вещи начинаются, честно, я думаю, что может быть отрицательный эффект от этого. Вот, поэтому, ну, ведите себя сами нормально, так сказать, это я себе говорю, да, и дети тогда тоже туда придут. Вот и все. Ваша инициатива в связи с постройкой и восстановлением церкви в вашей родной деревне, об этом хотелось бы поговорить немножко поподробнее. Как вообще возникла первая церковь, вторая? Ехидные карабахские люди уже начали меня подъедать, говорят, что это армяне опять отличились, и есть уникальный случай, когда есть деревня, в которой есть два действующих храма и не одного жителя, да, так сказать. Ну, я на это нашел, что ответить, я это потом приведу, вот, но все же очень просто. Я в деревне никогда не жил, вот, хуже того, я там не был ни разу, так сказать, пока она была жива и так далее, и так далее. Да, потом, потому что я уже второе поколение, родившееся вне Карабаха, да, отец уже родился в Махачкале, нет. Все, дед, дед в начале 30-х годов из деревни уехал, вот, то есть последние, кто там похоронены, это прабабушка и прадедушка, да, и так далее. Вот так это получилось, и, собственно, ну, в Армении я, разумеется, бывал, а до Карабаха как-то так не удавалось даже доехать, да, ну, в общем, и был очень долгий перерыв, потому что я в Армении с 90-го года по 2011-й я ни разу не был, в 90-м был, вот, и как-то в какой-то момент мне все чаще и чаще начало сниться, что я вот приехал, да, так вот все время, все время, это не было совсем с духовной, так сказать, составляющей связанной, никак, чисто географически, да, ну, в какой-то момент я понял, что пора, значит, взял семейство, и мы поехали, вот, ну, естественно, значит, доехали до деревни тоже, вот, причем мысль была очень простая, тут надо маленькое отступление сделать, что эта деревня Караглух, она попала в ту часть Годрудского района, который пострадал при операции «Кольцо». Обычно по операции «Кольцо» говорят про Гиташен и, так сказать, вот, северную часть, но на юге было ровно то же самое, потому что там задача была прагматически очень понятная, значит, отсечь любые коммуникации через Мехри и через Ханзуреск, вот, через лес, вот туда, вот, отсечь любые коммуникации с Арменией и, так сказать, вот, это все убрать, да, поэтому там, я сейчас на память, мне трудно сказать, но где-то около 15 деревень было уничтожено, да, там часть людей убили, часть просто оттуда выкинули, вот, и деревня таким образом наша погибла, вот, а потом, поскольку она стратегически, ну, и по названию это понятно, да, она расположена в укрепленном таком стратегически важном месте, это, по сути, такой форпост, первое начало гор карабахских, вот, от Аракса начиная, то есть, она от иранской границы в 19 километрах, то есть, ее видно с горы туда, вот, Аракс видно. Да, да, и это стратегически очень важный момент, и поэтому там, ну, во-первых, так сказать, как я понимаю, азербайджанская какая-то часть там стояла, и очень тяжелые бои были конкретно за вот эту гору, да, вот, вот, и пока наши друзья восточные там находились, значит, там было сожжено и уничтожено абсолютно все, да, значит, не осталось ни одного целого дома совсем, полностью перевернуто и осквернено кладбище, разбито и разрушены кусочки памятник павшим в Великую Отечественную войну, вот. Парадоксальным образом, старая церковь устояла, и это оказалось единственным зданием, у которого сохранился свод, кровля, потому что все остальные, ну, жилые дома, понятно, там деревянные, стропила, все сгорело, то есть, там это выглядело как руины, которым тысячу лет примерно, да, вот. А церковь просто, поскольку, разумеется, в 30-е годы это последовательно было превращено сначала в клуб, а потом вообще в хранилище сена для, так сказать, тех скотов, которые там паслись, да, при этом, разумеется, это было обстроено, через алтарь прорублена была дверь, как положено, да, и поэтому наши товарищи не заметили, что же это за здание, потому что тогда бы они его уничтожили, конечно, сразу, да, то есть, это оказалось, что это вот сводчатый потолок, это единственное, что уцелело, хуй как-то, вот. И я ехал в деревню с мыслью, что нужно хотя бы там могилы привести в порядок, потому что там перевернуты и разбросаны были абсолютно все надгробия и так далее. Ваши прадеды, в том числе, конечно, конечно, да, вот. Вот, а люди туда, в деревню, обратно не заселились, по очень понятным причинам, потому что это гора, инфраструктура вся разрушена, электричества нет, значит, подвод туда воды тоже был взорван и испорчен, да, и что там на горе делать. Вот, поэтому внизу там, значит, несколько семей поселилось, ну, так сказать, как-то у них ни понимания, ни руки не доходили до того, что что-то надо сделать, и я это понимаю, забот каждодневных много. Вот, я ехал в смысле, что нужно привести кладбище в порядок, да, ну, вот я там погулял и как-то, значит, понял, что это не отделаюсь я этим делом и начал думать про церковь. Это было 8 мая 2011 года. Вот, ну, на кладбище-то мы там привели в порядок все в течение следующего месяца, там это я организовал, это сделали частично. Вот, а дальше, вот, я стал думать, рисовать, вот, опыт-то у меня есть же профессиональный, да, и месяца через три, когда мне показалось, что я готов, я нашел с Арбазана Паркеева телефон, позвонил ему, говорю, я вот, такой человек, говорю, я хочу вот там-то, там-то церковь построить. Он говорит, ну, приезжайте. Все, я сел и поехал, опять со всем семейством, значит, и, ну, понимаете, церковных деятелей мы разных видели в своей жизни, да, а тут, ну, во-первых, так сказать, тяжелая обстановка и, так сказать, война пройдена и все остальное, ну, совершенно другой характер. Да, просто вот, вот, представляете, довольно влиятельный в церкви человек, да, один из самых влиятельных, да, значит, вот, незнакомый, первый раз он видит человека, который к ним приезжает, там, еще с детьми и что-то вот такое показывает. Он у меня говорит так, говорит, ну, завтра поедем, говорит, место освещать. Вот, вот такой конкретный подход к делу. Мы поехали, а это была осень, значит, был страшный туман и не было видно вообще абсолютно там за 10-15 метров, да, там на горе это бывает. Вот, и в итоге само место, где храм в итоге был построен, оно чудом определилось, потому что я по картам, по гуглу там более или менее определил, где это нужно, ну, так сказать, это место трудно было в этом тумане еще найти. И вдруг вот Сурбазан говорит, давайте вперед еще немножко пройдем, вот давайте здесь. И потом, когда, значит, без тумана мы это место увидели, оказалось, что это абсолютно идеальное местоположение с любой точки зрения. Это стоит над деревней, но в то же время близко от нее, и это стоит так, что и с северной и с южной стороны, с двух основных подъездов, это более чем с 10 километров видно. Вот, вот так, поэтому такая произошла история, дальше, ну, ну, просто уже когда начинаешь что-то делать, ну, берешь и делаешь, да, потому что это непросто, совсем непросто, потому что коммуникации разрушены, дороги нет, строителей квалифицированных нет, у меня требования очень высокие, вот, поэтому была найдена в Армении бригада опытнейших реставраторов, именно, не строителей, а реставраторов, у которых был огромный опыт работы с 7-го, 10-го века храмами, да, и так далее, и мы стали это строить, да, значит, через два года ее осветили в сентябре 13-го года на Аванесу Макартычу, значит, один из праздников пришелся на 5-е сентября 13-го года, вот мы ее осветили, и это было тяжело, причин много, потому что, ну, вот, например, Туф, нужный нам, да, 470 примерно километров в одну сторону пришлось возить, ну, базальт 200 там с чем-то километров, из них 70 километров, или сколько-то это грунтовая дорога, это страшная, значит, камазы груженые, которые застревают там на несколько дней, когда дождь, и так далее, и шофера многие отказывались просто даже после первого рейса это продолжать, вот, и так далее, но, с другой стороны, я не видел ни одного человека, который хоть чем-то помешал бы, вот, кто мог помогал, те, от которых главная помощь, это чтобы они ничего не делали, тоже, так сказать, старались, да, но, в общем, в любом случае, это получилось, и я сейчас ведь, вы же понимаете, что, я как человек совершенно в этом неопытный, но слышавший от опытных, да, могу это сравнить с тем, что, ну, вот, вот, когда женщина рожает ребенка, да, наверное, она довольно быстро забывает, с какими трудностями его вынашивание и роды связаны были, да, вот здесь примерно то же самое, потому что, ну, наверное, это было совсем трудно в какие-то моменты, и дорого, это, ну, сейчас какое-то имеет значение, все же уже сделано, вот, и вот церковь там появилась, и интересно, что даже с прагматической точки зрения, которой совсем не было, да, оказалось, что это был очень правильный шаг, потому что там, если бы я просто приехав, затеял бы разговор о том, что давайте это село мы будем восстанавливать, мне бы никто зеленого света не дал, потому что сказали бы очень простую вещь, ты чего, вот, найди нормальное место там, внизу где-то, да, вот полно земли, да, что ты, так сказать, туда полезешь, и так далее, да, то есть, ну, и понятно, я бы понимания не нашел никакого, а так, уже вот после этого, как в омерзительной мне нынешней манере принято говорить символического жеста, ну, получилось так, что уже есть о чем разговаривать, да, потом там получилось, что президент, который мимо проезжал, говорит, давайте-ка тут, говорят, церковь построить, заехали, и она произвела на него большое впечатление, они там все фотографировались на ее фоне, это очень симпатично все было, это стало немедленно модным местом, там крестят детей, и так далее, и после этого мне уже легче было разговаривать о том, чтобы село, у меня задача очень простая, чтобы оно зажило, вот, и я об этом много думал, да, потому что я, я все-таки специалист, вот, по строительству населенных пунктов, скажем так, да, и вот, вот, откуда это там возьмется, что там делать, да, как, и, ну, были такие расхожие мысли, в том числе у кого-то, кто мне советовал, давай, там, какой-нибудь декоративный для туристов, там, что-то сделаем, тут кузнеца посадим, тут бабушка, значит, будет варенье делать, еще что-то, потом в разговоре с одним моим очень умным приятелем, которого я туда привез, он говорит, ни в коем случае, вот пусть криво, косо, так, что тебя это противно смотреть на это будет, но пусть там живут совершенно настоящие люди, и вот как они будут жить, хоть, говорит, пусть они даже этими крыльями от ржавы, от машин себе заборы сделают, как у нас, к сожалению, принято, вот пусть, все равно это будет лучше, потому что это будет настоящее ну, вот, в итоге я подумал, что нужно, посчитал, что минимум для того, чтобы деревня зажила, минимум там человек 30 должно, наверное, жить, и посчитал, что это 5 хороших домов, чтобы семьи с несколькими детьми, так сказать, там, бабушка и дедушка жили, вот, и какое-то место приложения труда для них, да, в итоге вот такая программа была принята, значит, дома мы нарисовали по моему настоянию именно такими, какие они в этой деревне были, это тоже очень-очень важный момент, это совершенно другие деньги, но тут мы же не экономикой занимаемся, да, потому что я сейчас обозначу одну из самых странных и неочевидных опасностей для Карабаха, да, значит, вот, если прекратится вот эта вот постоянная, как Дамоклов меч, висящая опасность войны, и наступит более-менее какое-то благополучие, первые же большие деньги могут это место погубить, сейчас я скажу, в каком смысле, я туда ездил с разными людьми, включая, так сказать, тех, кто очень далеко живет и никогда, так сказать, ничего подобного не видел, самый главный источник привлекательности и вот поразительности этого места для всех, это совершенно нетронутая, очень красивая природа, да, а представьте себе, ну, так сказать, нормальной нашей архитектуры, так это домов 200 поставить, и на 30 километров вокруг испорчено все, вот, я понимаю, что везде нельзя, потому что людям надо жить и, так сказать, финансы и экономика давлеют и так далее, но хоть какие-то части надо оставлять так, чтобы пейзаж не портился и так далее, да, а вот естественная, сложившаяся там веками архитектура, она идеально к этому подходит, поэтому дома строятся каменные, с черепичными крышами, не просто с черепичными крышами, а мы взяли конкретно, так сказать, целые черепицы, которые валялись там в деревне, отвезли их на завод, нам сделали специально форму, и, то есть это абсолютно аутентично, вот, с деревянными вот этими балконами, все как положено, да, и большие, примерно по 250 метров, почему? Только потому, что такая типология в деревне так строили, там плюс-минус дома были вот такого размера, ну, так сказать, а почему же нам по-другому делать, да, вот и сейчас два дома уже готовы, вот, следующие два года, значит, построим еще три дома, и цех по сбору и обработке всякой сельхозпродукции, ягоды тут, значит, груши, там все, что там растет, да, для того, чтобы варить варенье, джемы, это будут закупать и так далее, это один, ну, и гом там тоже построим, да, для того, чтобы люди могли скотину держать, вот, собственно, и все. Вот такая история, да, значит, более-менее она развивается, ну, за это время, так сказать, экономический кризис сделал все эти вещи ровно вдвое для нас дороже, потому что драму падать было уже некуда, вот, а рубль, значит, вдвое снизился, и получилось, что, так сказать, вот это в два раза тяжелее стало, ну, что теперь делать? Справились и с этим, вот, и думаю, что за два следующих года, я надеюсь, что мы эту программу до чего-то доведем. А вот со старой церковью очень была интересная история, потому что я туда замечательного абсолютно привез одного из самых-самых хороших наших священников, такой Терсаак есть в Нараванке, он служит, вот мы с ним дружим, он приехал, и он сказал, ну, а старая-то церковь чего, надо тоже ее делать, вот, и я подумал, что, да, наверное, не надо с этим ждать, вот, и ее довольно быстро удалось отреставрировать, привести в порядок, и в процессе окончательно стало ясно, что ее тоже наши построили, вот, когда, ведь это село опустошалось не один раз за свою историю, да, последний раз, вот, при Шахабасе, когда совершенно просто вся эта часть была, была изничтожена, вот, люди оттуда ушли, и в конце 18-го, первые годы 19-го века, вот, когда вот это обратное переселение из Персии было, да, то, вот, мое семейство как раз эту деревню и заново основало, да, то есть, вот, сейчас 200 лет прошло, повторяется то же самое, вот, так что, этот церковь конкретно построил, вот, этот АТО, от которого моя фамилия и происходит, да, вот, такая история, и ее тоже вот сейчас осветили, и тоже она есть, и хорошо. Там был очень интересный момент один, когда, значит, мы с местным адрунским священником туда зашли, и стали просто осматривать, вот, где этот бывший алтарь был, он в одном месте по стене постучал, и, говорит, здесь купель должна быть, да, значит, стали стучать, действительно, благочестивые какие-то люди в 32-м году нишу с купелью, которая там живая оставалась, просто осторожно заложили штукатуркой, замазали, мы сейчас просто это открыли, и вот, это дождалось. Вот, интересно, что жив еще и здоров, и, слава Богу, даже работает до сих пор, ну, один из буквально нескольких последних младенцев, которых крестили в этой церкви. Это муж моей тети, Бенник Степанянц, значит, который, который уже в очень солидном возрасте, ему там 90, наверное, уже, да, он все еще работает, он офтальмолог военный, значит, вот в Екатеринбурге, вот так, или 88, вот так, наверное, да, и вот он был одним из последних детей, которых крестили, и он еще жив. Видите, вот какая преемственность интересная. Ну, вот так я об этом могу рассказать. Как, знаете, детям штаны на вырост покупают, да, чуть-чуть больше с расчетом, что он пока играет летом, значит, у него все изменится, да, я говорю, вот эти две церкви на вырост. И говорю, пусть столько людей живет, что им тесно в объехах будет. Вот так. А что еще ответишь? То есть сейчас по факту люди живут внизу, да? Значит, часть живет, но здесь, смотрите, какая история. Здесь довольно острый момент, честно я скажу, потому что, ну, представляете, шикарный дом, у меня такого нет, да, значит, с полной отделкой, с дубовыми окнами, так сказать, со всем, чем можно, да, один, второй. Людей же немножко больше, да, поэтому я, первое, что я сделал, я когда с президентом, премьер-министром разговаривал, да, они меня поддерживают, я должен это сказать, и вообще все очень расположены. Никакой оппозиции, ничего я не видел, да. Я сказал, что я ни при каких обстоятельствах не буду никакого влияния оказывать на то, кто там будет жить. Это принципиально, потому что иначе, ну, человеческая природа слаба, меня возненавидела бы половина, да, так сказать, ну, как это так? Вот. И пока, значит, они сейчас разрабатывают специальный, значит, регламент, скажем так, по которому это будет заселяться, это будет на конкурсной основе, и, скорее всего, там половина будет семьям, которые имеют к этой деревне отношения, а половина, скорее всего, беженцам из Сирии. Вот. Что и правильно, и, с другой стороны, ну, мы прекрасно знаем, что это люди, во-первых, которым терять уже нечего, да, так сказать, и высоко мотивированы, и образованы, и очень работоспособны. Это нужно, потому что совсем не сахар там жить. Вот, да. Но Wi-Fi, правда, есть. Один дом на одну семью. Да, да, это только так, конечно. С учетом, что там несколько поколений? С учетом, что просто одно из условий, которые уже озвучили, вот, там, в администрации, говорят, мы попишем, чтобы уже было не меньше трех детей. Ну, это разумно, да, потому что, а зачем пустой будет дом стоять? Вот. Так что тогда, тогда более или менее, это какой-то осмысленный может иметь результат. Ну, будем надеяться. У меня созрел такой вопрос. Вы пытаетесь все объяснить рационально более или менее? И тем не менее, я в Ваших поступках вижу очень много вот этого. Вы верите вот в знаки свыше, в то, что ваш сын поднял... Смотрите, значит, как вам сказать? Значит, разумеется, я верю, но просто, а что об этом языком трепает, да? Понимаете, я... Ведь всегда есть два-три слоя объяснения одного и того же, да? Потому что чудо ведь когда происходит? Не тогда, когда там, значит, небо на землю обрушилось, да? Когда что-то произошло такое, что ты таким образом прочитал и воспринял. Да, у меня есть ощущение, что со мной иногда беседуют через какие-то такие вещи. Но говорить об этом, мне не кажется очень уместным, так откровенно говоря. Вот. А делами, ну да, что-то просто вот отвечаешь. Возможно, в Вашей семье, скажем так, суждено поддерживать это село. Слушайте, вот можно, можно, они когда-то уже заживут себе спокойно. И я категорически против того, чтобы сидеть и поддерживать. Слушайте, ну так нельзя тоже. Потому что, смотрите, это еще одна колоссальная проблема жутких и ждевенческих настроений, которые, так сказать, вот... С одной стороны, то, что люди там живут, особенно в Карабахе, да, конечно, им тяжело, опасно, так сказать, трудно, да, так сказать, и если бы они там не жили, ну вообще вся эта наша деятельность никакого смысла бы не имела. В первую очередь это так. А с другой стороны, ну невозможно, так сказать, ведь вот когда птенец так все время рот этот яркий открывает, его кормят, птички, но потом же он как-то улетает куда-то, да, вот. И невозможно все время с одной стороны из республики отторгать самых энергичных, так сказать, они уезжают, а потом рассчитывать исключительно на то, что все принесут, дадут, и что все нам должны. Мне кажется, это неправильно. Вот, поэтому, нет, у меня нет такой задачи пожизненно такую каторгу на себя разваливать. Я думаю, что на каждого из нас найдут, что навалить, и, так сказать, здесь самому изобретать не нужно ничего, да, поэтому, ну, вот я считаю, что нужно сделать то, что нужно сделать, и пусть прекрасно пусть живут, вот, дальше уже, потому что если это постоянно, это как такая отрезанная голова, которую питают через трубочки, да, это же не серьезно, если это будет жизнеспособное, оно будет жить само, вот, и так, чтобы мне до смерти начинать поддерживать там эти, это все вещи, нет, ну, конечно, я бы, я бы так не хотел думать. Не, не в этом плане, просто вы сказали, что оказалось, что изначально отстраивали церковь, какая с вашей предыдущей? Ну, да, ну, что... Просто проследилась какая-то. Ну, да, пусть через 200 лет еще что-нибудь сделают, да. Хорошо. Такой цикл у нас наметился, да. А во время апрельской войны вот был какой-то страх за сделанную? Значит, смотрите, никакой апрельской войны для того, чтобы страх за сделанную испытывать, не нужно. Значит, там по прямой от фронта километров, наверное, 25, да, и когда вот там как раз ниже, юго-восточнее, как раз танковые серьезные очень столкновения были и так далее, там было плохо, да, и вот те строители, которые в этот момент в деревне были, они не просто слышали все, а еще и ночью-то видели, потому что свет от разрывов, так сказать, от выстрелов уже идет, вот, но вот об этом меня Терс-Аркист спросил, когда мы начинали только этим заниматься, да, и он мне, а как же, говорит, ну, а вдруг там что-то случится, а тут очень все просто, потому что у меня позиция здесь четкая, выверенная абсолютно, да, что если это даже полгода простоит, а потом ракеты шандарахнуты, ничего не останется, она же уже была, вот и все. Вот, и плюс там есть такой важный момент, когда вот снаружи, на, внизу барабана, значит, под куполом идет такая лента, на которой обычно орнамент делают. Я там вместо орнамента начала 26-го псалма написал, значит, Господь свет мой, крепость моя и спасение мое, да, кого мне, кого мне страшиться? Да, я сейчас цитирую не точно, но смысл вот такой. Ну, уже же есть церковь, есть. Если мы сейчас это в прагматические, как в этом разговоре заведено, рельсы переведем, ну, смотрите, значит, все-таки, поскольку наши азербайджанские товарищи, так сказать, технически могут достигнуть своим оружием любой точки Карабаха, да, ну, все же так живут. Во-вторых, то, что должно там примерно 50 километров полететь и точно туда попасть, довольно дорого стоит. В то же время никакой военной, стратегической или символической ценности такой, чтобы это тратить, нету. Поэтому, ну, это не в первую очередь пострадает, а если уж пострадает, если до этого дойдет, это значит, что уже будет совсем не до того. Вот, ну, будем молиться, чтобы как-то это спокойно происходило. Вот, а так, главное, все уже сделано. Ну, сломается, значит, оно же было уже. Для Бога времени нету. Вот, то есть здесь, здесь ответ был продуман, так сказать, еще в процессе строительства. Игорь Негода. Продолжение следует...